Одна россиянка говорит, у россиян заболевание мания величия. Оно лечится в специализированных клиниках с сильнодействующими препаратами. Я нашла просто трэш-видео одной россиянки. Видимо, она сейчас куда-то уехала при её понятиях, при её рассуждениях. У меня будет несколько видео об этой женщине. Я нашла её канал на тиктоке. Это действительно уже, я называю, болезнь. Ей нужен врач. Хотя она говорит, России нужен врач. Каждому, чуть ли не человеку, проживающему в России, нужен врач, психиатр. Добрый день, дорогие друзья! Гости моего канала. С вами канал Эрика Берлин Дольчланд. Как бы вам ни хотелось, но Россия – это моя страна по праву рождения. Она мне принадлежит точно так же, как и вам. На каком основании вы так уверены в своём величии? Есть такое заболевание, как мания величия, и оно лечится только в специализированных клиниках с использованием препаратов под наблюдением докторов и персонала. Ваша сверхдержава – это мыльный пузырь, как и вы, и ничего больше. Почему вы вообще считаете, что в России вам что-то принадлежит? Вы абсолютно нищее духовное существо, раз гордитесь тем, чего у вас по факту нет. Что вы о себе мните, раз решили показать мне, где заканчивается граница моей страны и начинается ваша? К моему огромному сожалению, большая часть ватного населения, таких как вы, даже не видит, что гордиться вам попросту нечем. Россия абсолютно ничего не принадлежит населению. Россия всё больше превращается в колонию Китая, а для него неплохо, чтобы война продолжалась как много дольше. Китай совершенно устраивает нынешнее положение вещей. Когда Россия вязнет войне, покупает китайские комплектующие, продаёт китайцам за бесценок свои природные ресурсы для покупки тех самых комплектующих. Наша страна ничего не производит, и ресурсы, которыми вы так гордитесь, вам не принадлежат. Или я, может быть, чего-то не знаю, и вам ежемесячно Путин платит за то, что использует ресурсы вашего государства. Россию раздербанили, разворовали и растащили. Весь лес в моей Архангельской области выкосили для Китая. Только опилки идут для изготовления мебели для российских потребителей. А знаете почему? Потому что россияне не могут платить за мебель из массива дерева. Нет средств. Сверхдержава, в которой старики вынуждены покупать за нереальные деньги дрова, чтобы топить печки в своих засыпухах. Нет природного газа в большинстве населённых пунктов. Нет чистой питьевой воды в кране на кухне. Нет медицины, нет образования. Нет ничего, чем вы можете гордиться. Растеряв мнимое, как оказалось, величие Второй армии мира, и тем самым развеяв миф о качественном военном образовании для своих союзников, увязнув в неожиданно крепких братских объятиях в Украине, Россия стремительно теряет статус, прежде воспринимаемого в мире мощного государства. Никто вам не завидует, не хочет вас захватить. Земли в вашей России заросли борщевиком. И не так долго вам придётся ждать, когда китайцы на территории России будут повсеместно выращивать какие-нибудь свои культуры. А вы со своей семьёй будете в лаптях отрабатывать еду, которую китайцы вам будут давать за ваш труд уже на их земле. Живите на своих болотах, пока хотя бы хоть что-то вам принадлежит. И не жужжите. А то вы как те мухи, которые живут в говне, не зная, что за пределами этой кучи есть цветы, на которых жить куда приятнее, чем в смердячей куче. Ну и давайте будем честными, признайтесь хотя бы сами себе. Вы же не радуетесь тому, что я уехала. Вы злитесь на то, что вы там остались. Это человек, нельзя произносить это слово, потому что YouTube не любит это слово. Это русо, знаете, дальше не буду, пун-пун-пун, настоящий. Это всё равно, что те люди, которые образование получали в России или в Советском Союзе, которые зарабатывали бабло в Советском Союзе, которые покопали шикарные дома и виллы в Советском Союзе или в России, потом, позже в России. И потом, когда началось военное действие на Украине, выехали за границу и стали пакостить на Россию. Такие, как Нетребко, правда, она то, где выгодно, там она идёт. Я очень уважаю Нетребко, она очень талантливый человек. Но, вы сами знаете, она из моего родного города Краснодара, она талантливейший человек. Но эти люди, они и так прекрасно зарабатывали, и зарабатывали бы дальше в России прекрасные деньги. Вот эти люди, вдруг они проснулись, и они наживали деньги на Россию, а потом они выехали и начали пакостить на эту страну. Опять говорю, я ни разу не была в России, но я очень наблюдаю, что творится в России, на Украине. Я очень интересующий человек в разных странах мира. Конечно, для меня, я проживаю в Германии почти 40 лет, для меня важно, что происходит в моей стране. Она говорит, что Россия – колония Китая. Итак, разберёмся. Колония Китая. Возьмём европейские страны. Ты, наверное, дорогуша, не жила долгое время, как я, например, человек, который 18 лет уехал и всю жизнь почти прожил на Западе, и ты не жила долгое время, даже если ты сейчас за границей, наверняка, где-то, наверное, в Прибалтике, думаю. Я не думаю, что она где-то в Германии ещё где-то живёт. Так вот, ребята, если бы ты только прожила бы здесь, ты бы тоже спросила, а что принадлежит народу в Европе? Даже слово такое, как всегда, славилось, и все считали, что здесь европейские ценности, свобода, демократия. Где же свобода, демократия? Если за флаг, мол, у тебя даже полиция взять, если ты на митинги выходишь. Если за то, что ты говоришь, например, правду в глаза о том, что о убийцах, мигрантах, о каких-то махинациях украинских беженцев и всё такое, тебе можно сказать, ты правый, то есть ты националист. Если государство буквально продало свой народ тоже Германии, которая заботится, не интересует блага своего собственного народа, который оплачет им диет, это значит их зарплаты, которые оплачивают эту войну, не хотя народ не спрашивают, хотят они или не хотят разжигания этой войны. Я уже говорила на моём видео. Одна только фрау Циммаман у нас, которая хочет 900 тысяч резервистов призвать в армию. Якобы Россия вот-вот нападёт на Германию. Что народ так зомбирует, так пропагандирует слово «война с Россией», что народ, который не так интересуется, например, политикой, много пожилых людей даже, которые особенно в интернет не смотрят, что они живут в страхе. Недавно сосед мне говорит, ой, а вот если действительно ядерная война, везде говорят об этом. Вы можете просто представить, это же кошмар, когда искусственно свой собственный народ зомбируют и подготавливают, чтобы... А знаете, почему они подготавливают как будто бы? Даже если это не будет никогда в жизни, дай бог. А мне не удивит, если даже это будет. Это не потому, что Россия хочет, а потому, что в России кончится терпение. Нет, не поэтому. Потому что наше правительство знает, что этим запугивая население, они, людей, уводят более насыщенных, насущих проблем в стране. Что политики, у них и те очень прекрасные, видимо, бирата, но это те, которые их подготавливают, что говорить, что писать, что в СМИ говорить. Человек, который живет в страхе, он не видит проблемы, которые происходят в Германии. Его отвлекают от этих проблем. Потому что, ясное дело, любой народ боится войны. Это в первую очередь. Он говорит, да, мы будем лучше, конечно, хуже жить, но лишь бы войны не было, наши же заботятся и подготавливают нас, если что, к атаке России. Вы можете представить с любими способами это делать. И вы говорите о какой-то, что Россия – это колония Китая, а Германия – колония кого? Я не буду говорить из-за Ютьюба. Вы сами прекрасно знаете, каких стран колония. Чего превратили Германию за буквально два с половиной года. Она говорит, что России ничего не принадлежит. Сейчас я спрашиваю. Германия – экономически развитая страна за два с половиной года. Первое – пандемия. Были ужасные скандалы. Многие фирмы разорились. Многие прогорели. Это была настоящая истерия. Сделали из пандемии просто не весь что, чтобы прогорали фирмы. Среднячки особенно прогорели очень многие. Рестораны, кафе, магазины. Господи, сколько я знала. И во время пандемии, после пандемии они так не встали на ноги. Народ думал, что наши политики помогают безвозмездно. Нет, конечно, нет. Во время пандемии, когда люди, их немаленькие фирмы, магазинчики лишились возможности зарабатывания денег, потому что все было закрыто очень много месяцев. А Германия больше всего сидела в локдауне, искусственно сидела в локдауне, навязывая прививки, после которых сейчас появляется, что это был настоящий бизнес, зарабатывание на этом, на масках, на этом, на том. Поэтому, дорогуша моя, о которой ты говоришь в этом видео, ты не жила долго в Германии и не знаешь этого языка, а я знаю, о чем говорю. Да, даже те фирмы, маленькие фирмы, среднички, я говорю, ну, средние фирмы, которым, якобы, помогало государство во время пандемии, чтобы они могли как-то выжить, что эти деньги все абсолютно нужно возвращать было обратно. А эти фирмы, многие уже и прогорели, так и после этого еще надо было возвращать деньги обратно. А эти фирмы за счет этих фирм финансировались, они платили базнословные налоги, финансировалась экономика этой страны и заработные платы, то заработки, то есть, конечно, наших политиков. Итак, что принадлежит даже Германии народу, скажем так? Пойди попробуй, сруби, я не знаю, что, в лесу елочку, скажем, или ты имеешь свой дом, платишь сумасшедшие налоги, ты купил эту часть земли, ты купил часть, это земля, на которой ты построил свой дом, а платишь базнословно. И в Америке то же самое, я знаю американцев лично, у меня знакомые, то же самое, ты платишь такие налоги, якобы, ты же имеешь эту землю, а вы говорите, что в России никто ничего, мол, не имеет. Я такого не слышал, что в России платили такие налоги, имея свой участок, вы говорите, что ничего вам не принадлежит, так не принадлежит. Принадлежит. Это у нас, имея свой дом, ты просто, тебя раздевают, ты его всю жизнь выплачивал, а потом еще платишь страшные налоги на землю. Теперь разберемся, она говорит, у вас нет ни медицины, ни, да, ни образования. Итак, возьмем, я слишком долго жила, и я поездила по разным странам мира, у меня друзья, как блогера, и раньше у меня очень много было друзей из разных концов мира, потому что я всегда была, обращалась в социальных сетях, я очень много объездила стран и знаю, о чем говорю, о медицине. до Германии, медицина около, скажем, двадцати лет была неплохая, пока все не перевели на конвейер, независимо от наших врачей, а все из-за политиков, которые делают такие законы, что у врача нет время на пациента, нет время ставить диагнозы, запускают, и люди умирают слишком рано от рака, потому что запускают, не оплачивают наши кассы, страховки, многие проверки на предраковые проверки и так далее. Например, возьмем маммографию, это проверка груди, чтобы вовремя обнаружить рак, узлы и так далее. Раньше каждый год женщина от 50 могла идти, теперь только каждые два года. На всем у нас экономят медицине, хотя мы платим базнословные страховки, медицинские страховки. Чем выше медицинская страховка у нас повышается, тем меньше мы получаем обследований, долгое ждем у врача, а это буквально 5-10 лет такого не было. и вы говорите о какой-то медицине. Часто у нас ищут русских врачей, не немецких врачей, русскоговорящих, потому что знают, что они хорошие специалисты. Но есть и немецкие прекрасные специалисты, просто немножко другая школа, немного другое образование, немножко другое обучение. и даже им сейчас очень тяжело лечить народ из-за опять наших политиков, из-за экономии на медицине, потому что влезают в кассы для Украины, для Африки, для Азии, для всего, кого невозможно, и денег не хватает на медицину. Закрываются больницы, послеоперационные находятся в больнице минимальное количество дней, потому что это стоит деньги. Помимо еще ты платишь каждый день немножко добавочно, кроме твоей кассы. Значит, есть приватная страховка, у тебя есть деньги, у тебя, значит, ты можешь пользоваться тем, что возможно. Есть масса людей, которые на государственном кассах, они люди второго класса. Знаю об этом, потому что я очень много оперирована была, и знаю, как выбрасывают из больниц, не потому что плохая медицина, а потому что плохая политика, потому что наши политики важнее другие страны, чем то, что происходит внутри страны, а потом говорят, что здесь не хватает просто денег, надо поднимать больничные кассы, поднимать страховки, но от этого ничего не улучшается. Затем она говорила о бедных пенсионеров в России. Да, в России маленькие пенсии, но многие имеют свои собственные дома, в каком бы ни состоянии, но у них есть где жить, собственные дома, или какие-то маленькие квартиры, даже пусть они будут однокомнатные квартиры. в Германии. В Германии, если у тебя пенсия и маленькая пенсия, ты, скажем, малоимущий, не какой-то очень большой образованный человек, да зачем образованный человек? Возьмем моего мужа, он часто спрашивает, а зачем я получил такую большую пенсию? Если я мог меньше работать и получить меньшую пенсию, из нее бы не вычитали налоги. Чем больше пенсия, тем больше вычитают у тебя налоги, повторные налоги. Для неизвестно кого, для дармоедов, которые пригласили в свою страну, и вы говорите о чем-то в России, в каждой стране есть свои плюсы и минусы. То, что происходит тоже сейчас в Германии, якобы сказать, только в России, что-то неизвестно, что творится и так далее и тому подобное. Ты поживи в других странах и заговоришь совершенно по-другому. Пока молодой, здоровый, все прекрасно, удивительно. Пока ты работаешь, на пенсию сейчас. Ты живешь, многие живут на грани бедности, несмотря на то, что мне говорят, а у нас только долларов или евро пенсия. Но расходы просто катастрофические и люди буквально не могут пойти в парикмастер себе постричь. Так что не надо здесь разлагольствовать и пакостить. Опять говорю, сейчас все будут говорить, а ты, наверное, Путинка и все такое, а где он Путина? Нет, я просто знаю и могу сравнить. Я жила и в той стране и в той стране и знаю, о чем говорю. Не защищай никого. Я просто не люблю таких людей, которые родились в стране и опоганивают эту страну, выезжая в другую страну. И вдруг они хотят показать, какие они патриоты другой страны. Германия теперь не самостоятельная страна, как вы говорите, там, рабы Китая. Это просто полный бред. Опять говорю, теперь Германия и не только Германия, не самостоятельная страна, она не принимает саморешения. Народ тем более не принимает решения. Народ, сколько я смотрю, я очень, мне нужно информироваться, мне надо знать, что немцы думают. Я постоянно на немецких каналах и тиктоках и знаю, о чем он говорит. Что принадлежит здесь немцу? От него только берут, но ничего взамен не дают. и с каждым месяцем, с каждым полгода становится хуже, хуже и хуже. Где вы говорите, что в Германии, в России ничего не принадлежит? А вы спросите, сколько мы платим электроэнергии? Да, у нас нет газа, нет нефти и так далее, и тому подобное. Когда экономика Германии рушится, один концерн за другим переезжает частично или полностью в Америку, тогда я тоже скажу, а мы не рабы, а это значит, они берут квалифицированных работников с собой, это значит, налоги не платят эти концерны, за счет которых тоже огромные доходы были в стране, значит, денег меньше и меньше. А инвестируют в страну, Германия теперь для инвестиций абсолютно неинтересная страна стала. Но я почему-то не вижу, что из-за санкций России и все об этом говорят. Недавно политик немецкий Кизель это сказал, это Христианская демократическая партия или не какой-то там АФД, ЭДГ, что Германии санкции абсолютно бесполезны, он сам это сказал. Из-за того, как он сказал, да, альянса России с тем же Китаем. А почему Китай не должен продавать свою продукцию? А что Китай не продает свою продукцию Европе? Не продает свою продукцию в Америке или в других странах? Она хочет сказать, что у вас что-то китайское. Так я, когда не пойду, везде написано Китай. Даже дорогие вещи. Если ты ненавидишь страну, в которой ты родился, ты сначала проинформируйся, что творится в других странах. Я вам лично говорю, я не единственная это могу сказать. Те сейчас, она говорит про какую-то медицину, те сейчас в России и, мол, в других странах супер, те, которые сейчас, например, идут в больницу, их выбрасывают буквально, ну, по возможности, может быть, через 2-3 дня из больницы, даже после тяжелых операций, потому что наша правительство говорит, надо экономить, денег нету, а тем не менее страховки поднимают. А куда же уходят деньги-то, а? Недавно моя хорошая знакомая была зубной врач, сам врач, у нее прекрасная страховка, какие страховка, страховка врачей, это очень хорошая страховка, тем не менее, она ездила на свою родину в Калининград проверяться у врача, сама врач, потому что здесь, в Германии, опять же, в России, в Калининград ездят проверяться, потому что у нас в Германии никто вам, хотя вы оплачете дорогую страховку, никто вам делает развернутую анализы крови, с минимальным вам делают, гемоглобинчик, может быть, воспалительный и там ничего больше, она едет и полностью платит, 80 евро или 70, она сказала, и вам делают полностью развертку, здесь вы не заплатите ее, она сказала же, около 400 евро такая стоит, очень огромная, полностью там может все посмотреть, полностью, это не какие-то там минимальные там, даже, ну, буквально все, все гормоны, все минералы, все витамины, ну, буквально все можешь посмотреть, и куда ездят многие, ездят, опять же, в Россию лечиться, люди, которые здесь по 30 лет, сами врачи, это Руслан Дойч, она, она российская немка, ездит туда, вы, вы же ничего не знаете, те, которые говорят об этом, и еще сначала поживите в других странах, сравните, а потом будете говорить, сейчас мне некоторые сразу скажут, а почему же ты не едешь в Россию жить, а я вам отвечаю, у меня, во-первых, немец муж, у него здесь семья, сестры, сейчас родились, кстати, можете поздравить, родились два малыша, у сестры моего мужа, дочка родила, мальчика, вот, ребята, и я вам хочу сказать, мы все бросим, работу бросим, все бросим, и уедем отсюда, и у многих разные причины, больные родители, еще то, у нас нет детей, и мы все бросим, уедем, укажем свои причины, а другие сидят в другой стране, даже если в России вот такие, как она, и только и мечтают, как бы выехать на Запад, только у них нет возможности по каким-то причинам, прежде, чем говорить пакости, и когда у тебя уже от злости, ты вся аж не знаешь, куда деваться, посмотри, как живут люди в других странах, в той же Америке, у людей, даже при страховке, нет возможности лечиться, а в Америке многие тоже ждут на термины к врачам, на, ну, к встрече с врачом, месяцами при страшном, дорогих, этих, страховках, а лучше у меня есть знакомые там, которые там неплохо получают, а если ты пойдешь в приват, приват, то ты не выплачешь за всю свою жизнь, возьмем, сейчас я лечу глаза, у меня очень тяжелое заболевание глаз, то есть разрыв сетчатки, оба глаза, я пришла к врачу, я говорю, у меня страховка, все такое, я прихожу к врачу и говорю, что еще кроме шприцов в глаз можно делать, уколов в глаз у нас шприц называется, вот, мне говорят, мне говорят, ну, больше ничего, в то же время я читаю информацию, и знакомые мне сказали, которые ездили в Россию, делали операцию Федора, по технике Федорова, что лазером спаивают вот эти вот разрывы, сетчатки, спаивают, здесь, я спросила врача, а вот в России делают, ну, мы такие не делаем операции, вот вам плохая российская медицина или русская медицина, и раньше она была неплохая, все это клише, если ты не живешь в стране, если ты полностью не живешь как немец в стране, или как американец, или как итальянец, а просто так, если, конечно, беженка, да, ты нифига не знаешь об этой стране, а ты только полемикой занимаешься и обсираешь свою собственную страну, я никогда не буду обсирать, хотя у меня не все было прекрасно тоже в Советском Союзе, у меня есть что сказать, но я считаю, это последняя обсирать страну, в которой ты родился.